МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости дня в студии Максим Самойлов. В этом выпуске расскажем о главных событиях региона. И вот лишь некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В музее квартиры Гагарина завершается реставрация. В Оренбурге готовятся к юбилею первого полета человека в космос. Единый номер 122. В России стартует массовая запись на прививку от COVID-19. Жители многоэтажки в областном центре бьют тревогу. Соседство с неблагополучной квартирой грозит трагедией. Крещение без массовых купаний в проруби. Священнослужители призывают отметить праздник в молитве. История газетного слова. В России отметили День печати. Победы в хоккее и дзюдо. О достижениях оренбургских спортсменов в нашем дайджесте. Водителей предупреждают об ухудшении дорожной ситуации. В регионе в ближайшие три дня по прогнозам синоптиков будет дуть сильный ветер. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. В пятницу в большинстве районов ожидается снег и метель. В субботу мокрый снег и мороз. Местами на дорогах возможен гололед. В ГИБДД рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок на дальние расстояния. А если непогода застала в дороге, быть предельно внимательным. А сегодня морозы скорректировали планы жителей области. Сразу в трех городах на востоке региона – Ворске, Новотроицке и Гае – отменили занятия для учеников первых восьмых классов, которые учатся в первую смену. По данным, на 6 часов утра в Ворске было 28 градусов мороза, а в Новотроицке и Гае – минус 29. В связи с этим управление образования в этих городах рекомендовало ограничить пребывание учащихся на улице без сопровождения взрослых. Музей семьи Гагариных в Оренбурге становится больше. В администрации города заявляют, что квартира превратится в полноценный дом-музей. Сейчас на объекте завершен основной этап ремонтно-реставрационных работ. Обновленный музей теперь занимает два этажа и подвальное помещение. Здание – памятник культуры с многолетней историей. В 2018 году было признано аварийным. Строителям пришлось усилить фундамент, укрепить стены и колонны, поясняют в мэрии. Под полную или частичную замену попали внутренние балки, а между этажами теперь монолитные перекрытия. Также отремонтированы несущие конструкции кровли. Задачей было сохранить историческую значимость этого здания, сохранить его культурное наследие, потому что все знают о том, что это памятник культурного наследия, это здание 19 века, и было важно сохранить его аутентичность. На ремонтно-реставрационные работы в 2020 году было выделено около 20 миллионов рублей, добавляют в мэрии. Часть денег потрачена на восстановление наружного облика исторического здания. Со стороны двора – новая лестница. Она состоит из нескольких пролетов. Впереди строители ждут отделочной работы помещений, создания тематических зон и экспозиции. Задача – восстановить быт тех времен, когда в середине 20 века в этом доме проживала семья первого летчика-космонавта Юрия Гагарина. На эти цели планируется потратить еще 15 миллионов рублей. Екатеринбургская трагедия, где из-за пожара погибли 8 человек, может повториться и в Оренбурге. Очаг возгорания в столице Южного Урала – неблагополучная квартира на втором этаже. Жители улицы Березка областного центра опасаются, что из-за такой же квартиры может загореться и их дом. Много лет подряд там никто постоянно не проживает, но квартира уже стала пристанищем для лиц без определенного места жительства. Почему жители не могут добиться реакции от ответственных служб и что делать тем, кто оказался в похожей ситуации, разбирались наши корреспонденты. То пьяные женщины, то пьяные мужики тут толпами ходят. Кому обращаться? Я не знаю, кому. Кто хозяин? Эта квартира за белой дверью местные жители стараются обходить стороной. Правда, они всегда получаются, признаются Оренбургцы. Уже на протяжении многих лет она стала пристанищем для лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Ну, они тут шумели. Мы с детниной зашли, стали говорить, чтобы выходили. Они огрызаются. Ну, я старалась их уталкивать. Он здоровый мужик. Ну, кое-как выгнали их. В июне прошлого года здесь произошел пожар. К счастью, никто не пострадал. Соседи вовремя вызвали пожарных. В распоряжении нашей редакции оказалось видео того, как квартира выглядит сегодня. Все обогрело. Тут плитка, наверное, была какая-то выложена. Киклонету, фанелы, все забито. Холод идет сюда. Оренбургцы рассказывают, в проходной двор эта квартира превратилась пять лет назад. После смерти пожилой пары начался спор между родственниками. Кому достанутся квадратные метры. Вопрос не решен до сих пор. Жители боятся, пожар может повториться. Почти год они пытаются найти, кто должен отвечать за брошенное жилье. Последнее обращение жителей было в городскую прокуратуру. Прокуратура перенаправила их обращение в администрацию Северного округа. Северный округ, естественно, вот его. У ЖКХ. У ЖКХ с 2019 года по сей день нет ответа. Что делать, если собственника не могут найти на протяжении долгого времени? И кто должен отвечать за порядок в доме? Подробности уже в вечернем выпуске новостей. Анонимы Семен Воробьев, Новости дня. И к другим темам. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Оренбуржье можно по единому номеру 122. Запись на прививку стартует с 18 января. Позвонив на номер 122, в главном меню нужно выбрать кнопку «Запись на вакцинацию». Необходимо будет сообщить свои данные и назвать поликлинику, где планируете вакцинироваться. Информацию передадут в медучреждения. В течение суток специалисты поликлиники перезвонят, чтобы сообщить дату и время, когда можно прийти на прививку. И перейдем к новым данным по коронавирусу в Оренбуржье. За минувшие сутки по официальным данным увеличилось количество погибших. Федеральный оперативный штаб сообщает о пяти летальных случаях. Всего же с начала пандемии от коронавируса скончались 402 жителя области. Общее число заразившихся в области с начала пандемии составляет уже 31 176. В списки за последние сутки попали 168 человек. Справиться с недугом смогли более 27,5 тысяч жителей области. Мы продолжаем и переходим к новостям экономики. Специалисты Росстата фиксируют серьезное подорожание продуктов питания. Рекордный рост, по данным службы, приходится на сахарный песок. Цена этого товара за 12 месяцев 2020 года увеличилась на 64,5%. Почти на 26% поднялась стоимость подсолнечного масла. Беспрецедентный рост привел к необходимости регулировать цены. Это произошло впервые за несколько лет. В конце декабря между производителями и ритейлерами подписано соглашение. По нему оптовая стоимость сахара не должна превышать 36 рублей за килограмм, а подсолнечного масла – 95 рублей за литр. В рознице эти товары должны продаваться не дороже 46 и 110 рублей, соответственно. А вот иностранная валюта, наоборот, продолжает дешеветь. За сутки стоимость доллара уменьшилась на 74 копейки. Евро закрывает торги с показателем минус 54 копейки. Официальные данные Центробанка вы видите на своем экране. Накануне оренбуржцы отметили Старый Новый год. Праздники завершились, и такой желанной еще две недели назад символ Нового года «Елка» стал ненужным. Зеленых красавиц теперь можно увидеть и рядом с мусорными площадками, и просто брошенными во дворах. По правилам утилизации оренбуржцы должны обвязывать ели и аккуратно складывать на площадки для крупногабаритного мусора. Но такие примеры встречаются редко. Ели, которые находятся на специальных площадках, уже сегодня коммунальные службы централизованно вывозят на городскую свалку. Там деревья обрабатывают и дробят на щепки. После они служат удобрением для растений на дачных участках или городских парках. Нередко служат удеплением вольеров для животных в зоопарках или на фермах. Прошлые годы елки в Оренбуржье использовались для оформления мест крещенских купаний. Но в этом году в Оренбуржье от этого массового обряда решено отказаться. Иордане в православный праздник освящаться не будут. Такое решение из-за пандемии коронавируса принято духовенством Оренбургской епархии. В храмах Оренбуржья на крещение проведут по три литургии – одна ночью и две утром 19 января. Это делается для того, чтобы обеспечить минимальное скопление прихожан. Священнослужители призывают прихожан отнестись к ограничениям и отмене традиционных массовых купаний с пониманием. Так как купание не является самой обязательной частью проведения праздника Крещения Господня, ничто не должно помешать верующим достойно и, как подобает, встретить этот праздник. В первую очередь участие в благослужении, в совместной молитве и тем, что вы можете взять святую воду в храме. Священнослужители напоминают, при посещении храмов необходимо соблюдать социальную дистанцию и все необходимые меры индивидуальной защиты. Также не обязательно набирать святую воду в сам праздник Крещения. Это можно сделать в течение семи дней. Освящать воду будут дважды – по окончании утреннего богослужения в Крещенский сочельник и 19 января – по окончании ночной литургии. День российской печати отмечается 13 января. Именно в этот день, в 1703 году, вышел первый номер первой российской газеты «Ведомости». Учредить ее потребовал Петр Великий. Когда в Оренбуржье появились газеты, о чем там писали и что собой представляет печатная индустрия 21 века, Анна Немых погрузилась в историю. На первый взгляд, это обычная книга в твердом переплете. Но именно так выглядела первая оренбургская газета под названием «Оренбургские губернские ведомости». Она вышла в свет в январе 1838 года и предназначалась только для чиновников, потому что здесь печатались правительственные указы. На странице они располагались слева, а справа оставалось место для заметок, чтобы госслужащие могли отчитаться о проделанной работе. Главным конкурентом оренбургских губернских ведомостей становится «Оренбургский листок». Редакция газеты в первом же номере объявила о своем громком намерении влиять на общественное мнение и руководить им. Газеты в то время стали более обширны по содержанию, появляются новые рубрики. Например, фильетон, где отражаются самые злободневные темы. Есть и статьи про изучение родного края. В 70-х годах 19 века появляется много рекламы и объявлений. Газета распространяется только по подписке, но в то время ее могли позволить себе немногие, ведь стоимость одного номера была 5 рублей. Для сравнения, цена за книгу в три раза ниже. В начале 20 века выпускаются журналы «Блестки Урала» про искусство и культуру края и «Кобылка» юмористически-сотеристического направления. В 50-х годах периодическая печать уже становится основным источником получения информации. Тиражи исчисляются несколькими тысячами экземпляров. А вот о чем писали 73 года назад. Это выпуск Чкаловской коммуны от 13 января 1947 года. На первой странице политические новости про Сталина, дальше «Как живет село», но есть и новости про Оренбуржьи. К примеру, в это время идет скоростное строительство индивидуальных домов в Орске, а в Чкалове открылся областной онкологический диспансер. В 21 веке, несмотря на стремительное развитие электронных СМИ, печатные здания по-прежнему актуальны, особенно в районах области. Это редакция газеты «Наш Бузулук». Первый номер жители города увидели в 2003 году. В настоящее время редакция заметно сократилась. Здесь работают всего семь человек. Но журналистам удается сохранить аудиторию. Газеты выходят тиражом в 15 тысяч экземпляров. Выпуски получает почти каждая вторая бузулукская семья. Существуем мы полностью в зависимости от своего рекламного бюджета. И для того, чтобы быть рентабельными, конечно, требуется делать очень интересный печатный продукт. Многие специалисты, которые у нас работают, они универсальны. Мы делаем сами корректорские правки. Штат небольшой. Самим приходится выступать в роли фотографов, корректора, репортера. Как показывает статистика, жители области не готовы отказаться от печатных изданий. По мнению многих оренбуржцев, именно из газет они узнают полную картину дня и могут проанализировать различные события. Из 174 региональных СМИ в области издаются 108 газет и журналов. Анонимых Владислав Горбунов. Новости дня. Далее в программе новости спорта. Орский Южный Урал. Новый хоккейный год выше лиги начал блоком из четырех домашних матчей. И я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Юденичу. Спасибо, Максим. Сарматы смогли не только навязать борьбу лидерам, но и вырвать победу. Это и подтверждает непредсказуемость молодежного хоккея и показывает потенциалы оренбургской команды. После разгрома в первой встрече сарматы не нуждаются в дополнительной мотивации. Они выходят заряженными на борьбу, владеют преимуществом. И в середине первого периода звено гнездилов Разумняк-Зорин распечатывает хозяйские ворота. Не иначе, как магия цифр, но во втором отрезке, спустя те же 9 минут 22 секунды, наша ударная тройка организует гол-брезнец. Только исполнители меняются местами. Хозяев это не выбивает из колени. Еще до перерыва они сравнивают счет. А в третьей 20 минутке без устали штурмуют ворота гостей. Но в одном из моментов упускает стремительный рывок Баева. Тот выходит один на один и решает эпизод. Сарматы одерживают победу 3-2 и готовятся к следующему сопернику. Тоже из числа лидеров. Альметьевскому спутнику. В столице Катара Дохи завершается международный турнир по дзюдо «Мастерс». Оренбуржец Роберт Мшвидабадзе, к сожалению, не смог побороться за медали, проиграв первый же поединок немцу Морису Плавки. В середине схватки Роберт попадается на переднюю подножку соперника и оказывается на татаме. Таким образом, главный фаворит в легчайшей весовой категории выбывает из турнира. Двое других россиян, Агузов и Абуладзе, разыгрывают между собой бронзу. А победителем становится кореец Вон Жин Кинг. И еще адзюдо. В Москве завершается крупное тренировочное мероприятие, открытые национальные сборы. В спортивном центре «Самбо-70» собрано около тысячи перспективных борцов из 45 регионов страны, в том числе и нашей области. Это большой тренировочный лагерь, где каждый может побороться с каждым. Подобное ежегодно проходит в Оренбурге сразу по завершении традиционного Кубка Европы. Сейчас в нашей делегации 15 спортсменов под руководством тренеров Палкина и Владова. В четверг баскетболистские «Надежды» проведут календарный матч российской премьеры лиги против новосибирского «Динамо». Наша команда попытается взять реванш за гостевое поражение в первом круге. Встреча в СКК «Оренбуржье» начнется в 7 часов вечера. Максим? Анатолий, спасибо. Обзор спортивных событий в каждом выпуске программы не пропустите. И теперь подробнее о погоде на пятницу 15 января. По прогнозам метеорологов, в регион придет метель. Она будет сопровождаться сильными порывами ветра. Днем по области пасмурно. В большинстве районов начнутся снегопады. Ветер юго-восточный умеренный до 12 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 8 до минус 13. На востоке области холоднее. Там столбик термометра опустится до минус 20 градусов. Днем минус 4, минус 9. В Оренбурге также пасмурно, местами со снегом. Скорость ветра до 12 метров в секунду. Ночные часы минус 8, днем до минус 4. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. На этом наш выпуск завершен. Вернуться к обзору событий можно на сайте media56.ru, а также в наших группах в социальных сетях. До свидания.